Я все еще решаюсь начать вести ежедневные влоги, и хочу начать это делать снова, по той причине, что YouTube, он меня не отпускает. Знаете, у тебя есть цель, которая стоит перед тобой, и ты не можешь ее достичь, и у тебя это не получается, ты сливаешься, сдаешься, но не можешь это никак оставить. У меня так, по сути, только с двумя вещами на сегодняшний день. Первое — это похудение, а второе — это ежедневные влоги на YouTube. Я хочу это делать. Я по-настоящему хочу, мне очень нравится, и я нахожу для себя силы, какие-то мотивации, чтобы начать это делать, и поэтому я делаю для себя попытку три на данный момент. Первую попытку считать даже не буду, но у меня было три попытки для того, чтобы регулярно начать вести влоги, и эта третья попытка, я надеюсь, она увенчается успехом, поэтому сделаю для этого все возможное. Буквально вчера у меня был разговор с психологом, и там эту тему разобрали, но я разберу это в конце этого влога. А сегодня я расскажу вам, почему я всегда в очках, потому что сейчас мне нужно будет ехать забирать новые очки, у меня их очень много. Я расскажу вам про каждый из них, и вы будете знать, почему я всегда ношу очки. Итак, давайте про очки. У меня несколько целей у очков, и первое это, давайте начнем с солнцезащитных. Я очень люблю вот эти вот Louis Vuitton, потому что у них классная форма, мне они реально нравятся, поэтому в целом это просто имиджевые очки, которые я ношу. В них, кстати, офигенно снимать влоги, потому что не видно глаз, я могу спокойно смотреть на экран, и сейчас я тоже начну снимать влоги в очках, потому что в очках реально удобно. Ты себя комфортнее чувствуешь, с камерой комфортнее значительно разговаривать. Я всегда снимал в черных очках в Gentle Monsters, но я их забыл в России, и сейчас надо мне либо новые купить, либо, может быть, рыбанок какие-то взять. Но пока вот, может быть, я вот в этих вот продолжу, потому что без очков, если ты снимаешь, либо ты снимаешь, например, вот в очках, которые видны глаза, то ты всегда будешь отводить глаза, и, в общем, это все криво, косо. Ну, в общем, Louis Vuitton, это просто солнцезащитные очки. Далее у меня есть двое фотохромных очков, но у них линзы стоят Carl Chase. Я отдельно покупал, это у меня Бонсяга, ну, я покупал отдельно оправу, и, так, давайте-ка вот так вот сделаю, я отдельно покупал оправу, и ставил сюда Carl Chaseевские стекла для того, чтобы работать за компьютером, сидеть в телефоне. Я очень много работаю с искусственным светом, поэтому это все влияет очень сильно на глаза, плюс у них ультрафиолитовая защита. Я сильно за глаза беспокоюсь, я считаю, что через глаза идет здоровье всего нашего тела, мозга, твоего состояния, поэтому вот эти вот очки, вот эти очки и вот эти очки, они, первое, солнцезащитные, я в них могу выходить на улицу, они темнеют, меняют цвет при солнце, то есть они становятся темные, эти становятся коричневые, эти становятся сероваты, и я в них работаю. Я в них сижу, монтирую, снимаю, работаю с партнерами, провожу какие-то зумы, потому что здесь у меня светит свет, здесь у меня светит свет, везде у меня светит свет. Далее, у меня есть очки Ray-Ban, это вот желтые очки, так, как бы так сфокусируются, если я глаза закрою... О, сфокусировался. Короче, желтенькие очки, у них смысл в том, что эти очки, которые защищают больше от синего света, но их нельзя носить в яркую солнечную погоду, потому что будет очень тяжело для глаз. Их я ношу во второй половине дня, потому что во второй половине дня еще больше искусственных источников света, и искусственные источники света, они очень сильно влияют на мозг, на глаза, ты хуже спишь, поэтому они блокируют синий свет на 50, где-то 55 процентов. Вот эти блокируют синий свет процентов на 40, эти на 50, 55. Сейчас я поеду в магазин, буду забирать красные, которые блокируют практически 100 процентов. Их я возьму для того, чтобы одевать ночью, ну, то есть ты их одеваешь за 30-40 минут, за час до сна, и у тебя будет лучше сон. Ты их прям когда одеваешь, я их специально когда заказал, я тоже взял Ray-Ban узкую оправу, ну, взял самую недорогую, что-то может быть тысяч за 10 рублей, за пару миллионов рупий. И хорошие дорогие карлцевские стекла, красные, ты их одеваешь, когда ты испытываешь, у тебя глаза испытывают, ну, знаете, вот как в спа, что ли, они идут, ну, короче, для них так приятно. То есть они не испытывают вот это все напряжение, которое есть, оно все как будто снимается, поэтому красные линзы это топ. Но в них сложно ходить, потому что ты толком у них ничего не видишь, то есть ты видишь такое силуэтное все. Поэтому в них особо не очень удобно, но за час до сна будет идеально, в целом ты их одеваешь, и у тебя будет хороший крепкий сон. Поэтому желтые очки я ношу во второй половине дня всегда для того, чтобы снимать нагрузку, чтобы было меньше воздействия искусственного света на сетчатку глаза и на глаза. Все очки у меня ультрафиолетовые, поэтому сейчас я еду за красными линзами и за красными стеклами, сейчас вам покажу их. Классный магазин здесь есть на Бале, мне очень сильно нравится. А после надо будет выбирать еще одни, хочу вот джентл монстр себе специально для влогов, чтобы просто вот ходить и снимать, и это очень удобно. Реально в очках, потому что сильно легче влоги снимать, чем без очков. Игорь, что в садике делал? Зайка, у тебя сегодня день рождения? Ты идешь сегодня на день рождения? У меня день рождения. Она настолько затаскала пакет с подарком, слышишь? Затаскала этот пакет с подарком, что теперь пакет весь измелся, весь порвался. Она такая, ой. Что, ты придумала другое? Я закончила. Можно вот это нарезать? Ты все поела? Руки помыла? Покажи свой образ на камеру, давай. Давай. Не-не, не раздевайся, просто на камеру покажи свой топик, юбочку. Давай. Обзор. Обзор. Фэшн обзор. А чем тебе вот это не подходит, балийская юбочка, дочь? У тебя же в Tuesday будет балийский наряд, вот у тебя подойдет. Вообще-то он розовый. Шикарно подойдет. Он розовый. Кто, балийский наряд? А у мальчиков синий. Ну, мы с тобой в лавку габалитцем поедем там, найдем тебе за 10 тысяч рубить что-нибудь. Смотри, я что взял. Ошейник? Это снимать, буду на байке ехать и так снимать. Это ошейник. Дочь, как дела? Ты съела борщ? Что делаешь? Можно мне попробовать? Заранее проверяю. Можно мне попробовать? Там нет ничего. Хоть колу пить. Мама, там ничего нет. Тебе не надо колу пить, слышишь меня? Слышишь меня? Ничего нет. Крис, как ты относишься к тому, что я буду снимать снова влоги? Хорошо, только мне заранее говоришь, чтобы я это... И ты будешь попадать ко мне в кадр. Это лучше выглядело, и меня, пожалуйста, это, чтобы всегда были ноги длиннее там. Ну, сейчас ты не очень красиво лежишь, если что. Я поехал красные очки забирать. Может, ты Мику привезешь и поедешь? Мику? Да, загоняй за Мику, пожалуйста. Да, сейчас я... Кстати, еще вот эти очки у меня есть. Эти очки я брал под шлем. В общем, в них очень удобно ездить. Они закрывают от пыли, от всякой влаги. Дождик пошел на Бали, пока я приехал за Микой. Сейчас вам покажу, как я ее забираю. Это просто прекрасно. Прекрасное ощущение. Как твои дела? А где твои шусы? Тапочки где у тебя? Тапочки иди. Иди, где шусы? Иди шусы забирай. Там моют что-то. Иди сюда, иди сюда. А рюкзак наш? Снеги. Пошли. Давай руку, давай руку. Пошли. Пой-пой. 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 Так вот, если что, это магазин на Бали. Если кому-то будет интересно, мне за рекламу не платят. Объективно, во-первых, это самый классный магазин, где я был. Они проверяют зрение, они подбирают стекло сразу под твое зрение, как-то там все измеряют. В общем, это не просто тебе дали очки, а ты выбираешь оправу, выбираешь стекло. Я выбрал вот стекло, именно красное, чтобы классно спать. и ты садишься, тебе там все измеряют, все под тебя там выстраивают, и очки получаются прямо под тебя. В них прикольно все видно. В общем, классно сделали мне. Они мне дают, вот сделали просто не то стекло поставили и бесплатно поменяли. Я им сказал, говорю, не то красное стекло. Сейчас вам покажу еще раз. То есть, видите, фишка в том, что даже если ты смотришь на яркий белый свет, одевая эти очки, он не становится ярким. Ну, в общем, ничего не становится ярким. Мои красненькие очки, все, теперь я вечером буду перед сном их одевать и прекрасно спать. Какую мысль я хотел вам здесь рассказать в начале влога? Мысль про то, что мы часто сливаемся с каких-либо достижений, с каких-либо целей, с похудением у меня. Это очень часто происходит с влогами. И очень много людей могут вселять в нас неуверенность. Они могут нас хейтить, они могут нас унижать, они могут говорить, что ты бесхребетный, ты слабый, у тебя не получится. И я здесь, чтобы вы понимали, с психологом работал и работаю каждую неделю. И мы здесь на одной из терапий эту тему разобрали. Я говорю, типа, у меня вот такая ситуация, то есть я не могу там похудеть, сейчас то же самое у меня с влогами, не могу не потому, что не знаю как, а потому что просто сливаюсь. И внутреннее ощущение появилось, что я какой-то бесхребетный. То есть бесхребетный или слабый. И это не связано, понимаете, со всей жизнью. То есть в бизнесе у меня все классно, там в каких-то других сферах, в спорте все классно, то есть я могу спокойно ходить в зал, то есть я там не сливаюсь. А вот именно там с питанием и вот с социальными сетями у меня есть такие вот проблемы. А ну, конечно, с питанием. И на этом примере, я вам сейчас расскажу классную мысль, она мне просто очень жестко зашла. Она говорит, ну, и я говорю, у меня сильно, сильно меня подкосили люди, которые близкие мои, которые, ну, меня знают, которые для меня важны. И они меня, ну, глушили какими-то своими подколками, подстебами, с тем, что у меня это не получается, с тем, что там я не могу никак стартовать, с тем, что я сливаюсь. И я понимаю, что то же самое будет и с флогами. Можно получать подколки, подстебы. И то же самое может быть и с похудением у кого-то. Или еще с какими-то любыми вещами. Я мне говорю, Миш, ты не бесхребетный. У тебя нет такого, что у тебя там плохо все с силой воли. Потому что твой жизненный путь, он доказывает обратно. У меня был опыт того, что я выдерживал жесткую сушку. И становился третьим на России по бодибилдингу. Я проходил Ironman два раза. Половинку. Я поднимался на Эльбрус. Я закрыл в НЛ максимальную квалификацию. Вошел в клуб амбассадоров. Сейчас вылетел, но сейчас в этом месяце все будет на грани. Но посмотрим. В общем, мой жизненный путь, он доказывает абсолютно обратно. Он доказывает, что у меня все с силой воли классно. Что я целеустремленный. Что у меня сильный характер. И здесь момента некой проблемы, которая образовалась. И сейчас нужно в один момент дать себе шанс и понимание того, что... То есть, знаете, какая проблема может быть? Что у меня произошло? У меня произошло то, что я начал понимать, то что я уже сотню раз начинал, тысячи раз начинал, ну вот какие-то вещи. Ну и бросал. И внутренне появилась вот искренняя вера в то, что следующий раз, который ты начнешь, ты его тоже бросишь. Ну, типа сольешься. Сольешься и как бы и все на этом. И она мне говорит прикольную фразу. Ну, то есть, как-то она мне так сказала, типа сделай для себя важным или же поверь, или же признай тот факт, что если, например, до этого сто раз было неудачных, это не значит, что первый будет раз тоже неудачный. Он может быть удачным. Он может быть результативным. И я начал перекладывать это на бизнес, на работу и понимаю, что там даже вот в НЛ, например, к нам ребята приходят, многие в команду, но и не у всех с первого раза получается. С второго, с третьего, с пятого, с десятого не у всех получают. И есть примеры, когда человек приходит на пятый, на шестой раз, то есть у него там за семь, за десять лет было много попыток, и он приходит, стартует, ну и рвет просто все. Есть много примеров людей, кто пытались вырасти, что-то делали там 10 лет в НЛ, например. Делали, делали, никак не выходило, они начинали, бросали, начинали, бросали, не получалось. И многие в этот момент могут потерять веру в себя, веру в то, что вообще в принципе выйдет что-либо. И я сейчас вот этим видео, хоть оно и было и про очки, хочу сказать то, что и себе говорю, и кому-то из вас говорю, возможно это будет полезно. То, что если до этого не получалось много раз, давайте сделаем для себя важным, что это не значит, что этот раз, с которого вы начнете, он тоже не получится. И даже если он не получится, то следующий получится. Ну то есть смысл в том, чтобы, как здесь не банально сказать, не сдаваться.